Всем привет! Сегодня я снова хочу поговорить о высшем образовании и рассказать, какие итоги я могу подвести спустя столько лет окончания университета. У меня на канале уже есть одно видео про образование. Оно о том, что делать, если вам не нравится ваша специальность, продолжать учиться или нет. Ссылка на него будет внизу. Возможно, и в нем вы найдете что-то полезное для себя. В 2010 году я поступила в университет. Я отучилась 5 лет на специалитете и сейчас уже прошло 3, почти 4 года с момента окончания мной универа и получения диплома. Какие выводы я могу сделать сейчас, спустя столько времени? Я помню, что когда защищала дипломную работу и все, уже было завершение этого огромного процесса, у меня была единственная мысль. Слава богу, это заканчивается, это очень крутое достижение. Вот просто мне казалось, ну я ощущала, это так и есть, это здорово, иметь высшее образование. Это не было целью моей жизни. Выбранная мной специальность не была каким-то невероятным призванием. Я вообще практически не контактировала с одногруппниками, плохо ходила на лекции. Конечно же, запомнила преподавателей, некоторые из них такой достаточно весомый вклад оставили, внесли в мою жизнь. Но в целом у меня не было никаких ностальгирующих и вообще каких-то серьезных чувств. Я просто знала, что это достижение. И еще я знала, что не всех можно понять. И человек может иметь высшее образование, и даже два, и три, и все равно оставаться полным идиотом. Конечно, мне было страшно. Впереди была неизвестность, впереди было непонятно, чем я буду заниматься, кем я буду работать. Но, как я уже и говорила в прошлом видео об учебе, за вот это время, пока я была студенткой, я очень сильно развивалась во всех творческих областях, которые мне интересны. И уже была полноценным фрилансером, который мог зарабатывать за месяц деньги, такие же, как получает начинающий специалист. Все дело в том, что потом мне это надоело. После года жизни в Петербурге я поняла, что я все-таки хочу попробовать серьезную работу. И невероятно мне пригодилось мое образование. Поверьте, такое бывает в России, не только у меня одной. Высшее образование не делает кого-то хуже или лучше. Оно просто открывает больше возможностей. Никто сразу не сделает вас директором. Но вы можете более быстро развиваться или сразу попасть на ступеньку выше тех, у кого нет образования. Это отличный запасной план. Я в 20 лет и представить не могла, что мне перехочется зарабатывать фотографии и вообще каким-либо творчеством. Что я решу, что гораздо важнее, чтобы все это было для души. Мне казалось, это супер здорово. Но нет, все меняется. И у вас в голове тоже может что-то поменяться. И также может произойти наоборот. То есть после университета, либо в процессе еще учебы, можно сразу пойти работать. Вы можете устать от нее за несколько лет и решить и открыть свое дело. Либо вообще поменять все и устроиться в какую-то новую сферу. В общем, образование, высшее образование дает вот этот запасной план. Он всегда есть. Запасной вариант каких-то действий. Поэтому мое мнение не меняется спустя все эти годы. Неважно, на кого вы учитесь. На менеджера по продажам или на сварщика. Это все равно того стоит. Обязательно доучитесь. Даже если вам кажется, что это пустая трата времени, это точно не так. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.